МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во втором части мужского понедельника после 12.05 одну из самых мужских тем мы снова будем поднимать. Про футбол будем говорить. К нам придет Евгений Алексеевич Душкин, куратор проекта. Они играли за «Динамо». 15 лет он взглянул в Кировскую Дюшуа номер 5. Готовится к выпуску очередная книга из этой серии. Где-то в конце сентября должна уже выйти. Ну и будем говорить и об этой книге, и вообще о проблемах футбола. Это, кстати, наш любимый вид спорта в Кировской области. Ну а информационный повод для нашего первого часа, мужского понедельника, он прозвучал еще на прошлой неделе. Одна из примечательных новостей, вышедших на закончившейся семидневке, заключалась в том, что арбитражный суд Кировской области в процессе по возврату Александровского костела верующим перешел к рассмотрению дела по существу. Длительный этап подготовки дела завершился. Предварительное судебное заседание завершено. Основные слушания состоятся 17 октября в здании арбитражного суда Кировской области. Если ничего не изменится, решение будет вынесено сразу. Это я цитирую сообщение в фейсбуке юриста Яны Чеботарева, который представляет интересы римско-католического прихода в городе Кирове. И Ян Евгеньевич сегодня с нами. Добрый день. Добрый. Ну и как же обойтись без отца Григория Звалински, настоятель римско-католического прихода в нашем городе. Отец Григорий, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Хотя тему мы сегодня обозначили следующим образом. Судьба Александровского костела решится в октябре со знаком вопроса. Ян Евгеньевич, сразу сходу велики ли шансы, что уже через месяц, ну уже меньше, да, меньше, чем через месяц. В этом деле будет поставлено, как вы сами сказали, либо точка, либо многоточие. Что-то будет поставлено. Что-то будет поставлено, безусловно. Я рассчитываю, что действительно уже 17 октября мы будем иметь решение, надеюсь, решение суда первой инстанции. Оно будет вступать в силу в течение месяца, может быть обжаловано любой стороной, после чего начнется какое-то продолжение. Начнется продолжение, это хорошо сказано. Нет, так и есть. Просто смотрите, наши, к сожалению, взаимоотношения с правительством Кировской области на этом решении не закончатся. У нас есть два требования, которые сейчас рассматривает суд. Первое требование мы просим признать незаконным решением от марта 2018 года, которым нам отказали в передаче храма. И второе наше требование... Это было, простите, очередное обращение отца Григория. Пятое по счету и пятый отказ был. Да. Значит, и второе наше требование, вторая просьба состоит в том, что мы просим суд обязать администрацию такое решение принять. Я рассчитываю, что наши требования будут рассмотрены и удовлетворены. И вот дальше начнется процедура исполнения этого решения. Закон 327 о возврате имущества религиозного назначения религиозным организациям 2010 года предусматривает различные сроки для непосредственной передачи верующим имущества религиозного назначения. Правительство Кировской области, Министерство имущества должно будет разработать план передачи, в котором решить вопрос в том числе и об освобождении данных помещений со стороны Кировской областной филармонии, которая сейчас его занимает. Либо необходимо будет выработать какие-то взаимоприемлемые условия сосуществования прихода Пресвятого Сердца Иисуса, который возглавляет Отец Григорий, и органа, органного зала Кировской областной филармонии. На самом деле, с того времени, когда я участвую в этом процессе, мы неоднократно и публично, и в зале суда призывали правительство как раз начать обсуждение уже сейчас. К сожалению, никаких предложений, никаких даже намеков на такие предложения со стороны уполномоченных лиц пока не произнесены, их не прозвучало. Может быть, после решения суда сдвинется с мерзлой точки развития этой ситуации. То есть, Министерство в такой глухой обороне находится? А вообще позиция правительства в этом суде, Яна, какова? Сейчас расскажу. На самом деле, вы знаете, почему мы так долго находились на этапе предварительных слушаний. Все присутствующие, и суд, и мы, как и сы, пытались понять и задавали вопросы ответчикам, какое же все-таки решение в марте месяца они приняли. Отказать католикам в передаче храма. Либо это было какое-то информационное сообщение о невозможности передачи храма. Либо нам сообщали о том, что они, правительство, отказывается просто рассматривать заявление. Позиция ответчиков менялась, дай бог поймите, три раза, по-моему. И каждый раз на рассмотрение суда предлагалось все новые и новые версии. Суд в предпоследнем судебном заседании уже объявил... Это все еще предварительные заседания, когда шли, да? Да, уже по большому счету объявил предупреждение ответчикам о том, что, уважаемые господа чиновники, пожалуйста, определитесь, какое все-таки решение и на основании чего вы приняли. В настоящий момент... А что они сказали, а мы вот все сразу вот. Да, но там действительно, вот те процессуальные документы, их, на мой взгляд, даже публиковать можно, потому что в одном отзыве содержится взаимопротиворечащие утверждения. Например, мы никакого решения не принимали, дальше во втором пункте. Наше решение об отказе совершенно закона. Суд говорит, ну ребята, ну определитесь тогда. Вы принимали решение, да. Было что-то или не было ничего. Но это играет вам на руку? Это затягивает процесс. Это, безусловно, затягивает процесс. В любом случае, вот смотрите, что нам на руку играет закон, который в 2010 году во времена президентства Дмитрия Анатольевича Медведева был принят, который на территории Российской Федерации успешно исполняется, но, к сожалению... И, кстати, в Кировской области он тоже исполняется. Да, но, к сожалению, в отношении имущества, подлежащего передаче Русской Православной Церкви, он исполняется более эффективно, нежели в отношении, например, других конфессий. Я рассчитываю, что 17-го числа будет промежуточная, как минимум, точка поставлена. Мы поймем, на что мы имеем право и имели право. Ну и в дальнейшем ситуация будет развиваться дальше. До фактической передачи помещений, зданий, храма непосредственно прихода Пресвятого Сердца Иисуса, ну, у правительства области еще будет достаточно времени для того, чтобы решить вопросы, связанные с демонтажом возможным, перевозом органа. Если, конечно, такое решение они примут, как собственники музыкального инструмента. Либо непосредственно будет решаться вопрос о каких-то правилах, которыми будут руководствоваться обе тяжещиеся стороны. И приход, и непосредственно филармами. То есть есть ли в случае совместного использования вот этих помещений, да? Конечно, конечно. Ведь в настоящий момент, напомню, приход Пресвятого Сердца Иисуса не ставит вопрос о передаче всего комплекса. Мы просим только непосредственно часть передать, и не в собственность, хотя приход имеет на это право, а в пользование. И, по большому счету, как раз то обстоятельство, что мы слишком малого просим, зачастую пытаются использовать против нас же. Там до смешного на самом деле доходит. Вот, на мой взгляд, откровенная нелепость позиции ответчика также можно продемонстрировать на элементарном примере. Например, правительство говорит о том, что мы отказываемся рассматривать ваше заявление. Почему? Потому что те помещения, которые вы просите отдать вам в безвозмездное пользование, не поставлены на государственный кадастр в учет в качестве объектов недвижимости. Мы показываем нормы закона, из которых следует, что постановкой на государственный кадастр в учет занимается кадастровая палата на основании заявления собственника, либо правообладателя, не являясь собственниками, не являясь владельцами этого помещения. Как мы можем даже такое заявление подать и кадастровый учет провести? Ну, невозможно же это. Но я думаю, что суд точно так же это все слышит, точно так же это все понимает. И я думаю, что выводы суда мы увидим в решении, которое состоится достаточно скоро. Отец Григорий, как ваше настроение, как ваши прихожане себя ощущают с этим процессом, поддержку вышестоящего, так скажем, руководства? Ощущаете ли вы ввиду епископата, да? В данный момент мы продолжаем и молитву, и пост. Многие прихожане в России и за рубежом, за границей. И как в дальнейшие шаги, это есть или в ближайшие дни, недели, до суда или после суда, будем подавать, кажется, третье заявление, пакет документов. Будет это решать сам епископ полностью, касается полностью здания Александра Звуккостёва, исторической части этой буквы А, по техпаспорту и буквы Б, пристроя подземного. Чтобы одобрать, так сказать, у оппонентов карты против нас, что мы просим только часть. И что они не хотят поставить на катастрофу учёт, потому что это их собственность. И чтобы их лишить такой позиции, против нас выступать, мы будем подавать третий пакет документов. Кажется, это решение за епископом нашим просить в собственность или временное пользование. Вот это я пока не знаю, это будет решать епископ, но такие шаги мы будем принимать. Ну, на самом деле, немножко здесь пояснём. Поддержка со стороны архипастора большая. В заседании суда представлялись документы непосредственно из города Москвы, находящиеся в архивах Павла Пеце, о судьбе костёла до революции. Суд, в числе прочих, ставил вопрос о том, каким образом данное здание использовалось до 1917 года. Подобного рода документы сохранились непосредственно в архивах, и в виде надлежащим образом заверенных копий они в материалы дела представлены. Отец Григорий сейчас по поводу очередного заявления говорит о чём? Одним из доводов, наверное, единственным доводом, которым оперируют наши процессуальные оппоненты, является то, что приход Пресвятого Сердца Иисуса в городе Кирове просит только часть тех помещений, которые образуют Александровский костёр. Самое большое, так скажем, здание этого комплекса. Да, и ответчики говорят о том, что вот если бы вы просили всё, мы бы вам, наверное, всё и отдали. Тогда и не надо проводить никакие кадастровые работы, никакую паспортизацию. То есть будет чётко понятно, какое конкретно помещение вы хотите получить. То есть всё. Если, уважаемое правительство Кировской области, проще отдать в безнализное пользование прихода всё здание, весь комплекс, мы, конечно, с удовольствием пойдём навстречу Министерству имущества. И подобного рода заявление будет подготовлено. Это будет похвальная экономия средств бюджета на проведение кадастровых работ по оформлению и постановке на кадастровый учёт каких-то отдельных помещений. То есть мы готовы к диалогу. Так, хорошо, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Ян Чемтарёв, юрист и отец Григорий Завалинский, настоятель римско-католического прихода в городе Кирове, говорим снова мы сегодня о судьбе Александровского костёла. Ещё раз повторимся, что на 17 октября заседание арбитражного суда назначено. И Ян Евгеньевич считает, что оно может оказаться уже судьбоносным. Это заседание. Небольшая пауза, скоро продолжим. — Продолжаем нашу беседу. Сейчас бы очень хотел затронуть непростую тему, как в городе, в обществе воспринимается вся эта процедура. Вот Ян Евгеньевич сейчас говорит о том, что чуть ли не всё это преподносится как не апокалипсис, как конец света, передача католикам Александровского костёла. И что действительно всё будет разрушено и так далее и тому подобное. И вот такими врагами выставляют сюда верующие. И в некоторых средствах массовой информации, в комментариях к информационным сообщениям, и в заседании суда арбитражного суда Кировской области, из отзыва филармонии, например, со слов тех сотрудников областной филармонии, которые приходят на заседание суда в качестве слушателей. Они приходят по своей воле? По своей воле просто приходят послушать. Открытый абсолютно. Абсолютно открытый. Заседание открыто. И до заседания, и после заседания я где-то успеваю с ними пообщаться. Они говорят о том, что кто-то им, сотрудникам областной филармонии, фактически преподносит ситуацию как то, что католики собираются отнять фактически у правительства области здание Александровского костёла, которое было фактически отреставрировано, реконструировано надлежащим образом за счёт средств областного бюджета, и чуть ли не выломать орган, выкинуть его на улицу и оставить всех людей без работы. Слушайте, мы ведь на самом деле, отец Григорий здесь сидит, я здесь сижу, глядя вам в глаза господа, неоднократно говорилось, что господа, уважаемые ответчики, никто не собирается лишать кировчан редкого музыкального инструмента, который есть далеко не во всех областных центрах в Российской Федерации. Давайте подумаем, как сохранить данный инструмент, но таким образом, чтобы закон всё-таки о возврате имущества соблюдался. Насколько я понимаю, никто не против самого органа и возможности использования областной филармонии, помещений для размещения этого органа, для проведения каких-то вечеров, музыки и прочее. Просто здесь интересы, простите, должны учитываться обеих сторон, а не только исключительно одной какой-то стороны. Отец Григорий, возьмите, пожалуйста, слово, что действительно вот так вы варваровским способом будете подходить в случае решения арбитражного суда в вашу пользу. Расскажите о планах. Как вы видите у себя дальнейшее сосуществование? Уделяли этому внимание, но я думаю, что нужно это всё ещё раз проговаривать, даже дабы пресекать эти всевозможные мнения. Иногда жители города мне звонят в приходской дом, на Диповскую 10, что будет за органом, как вот такой уникальный инструмент, единственный в городе и области. Я не слишком хочу высказываться на эту тему, потому что сам орган как инструмент — это не наша собственность. Мы просим по закону 327-му передать здание, когда с кирпичи вот само здание там. И по поводу органа, что с ним будет, надо спрашивать Департамент культуры. Мы уже высказывали неоднократно, и да, дело суда, и там меня спрашивали журналисты. Мы не против, чтобы данный инструмент оставался на месте. И наш владыка, архиепископ В. Петри тоже высказал такое мнение, как когда был последний раз, в апреле этого года, у нас в приходе. Но так как мы в данный момент платим аренду за помещение Александровского концертного зала, тогда, если будет принято решение оставить... Вы платите аренду, ещё раз напомню, когда вы проводите свои службы. 25 служб в году, 100 тысяч рублей за час, мы платим за каждую службу 2 тысячи, платим до сих пор, там, очередной, третий или четвертый год. И вот тогда мы не против, чтобы орган оставался, осталось в одном месте, но тогда филармония будет нам платить аренду. Вполне нормально. Вы уже будете, собственно, поспорядителем. Затраты по содержанию этого органа, по его эксплуатации в любом случае будет нести и Кировская областная филармония. Она собственница этого органа, как бы, да, это нормально. Вятская филармония. Да, Вятская филармония. Ну, то есть, извиняюсь, позиция, которую мне предлагали, вот самый удобный вариант, если у нас в католической епархии в Москве главный органист это монахиня сестра Валентина, и ее позиция, так скажу, в сухом мысли, это если бы нам передали здание, костей и орган. Ну, это, я думаю, это нереально. Ну, такой один из вариантов. Второй вариант, который вот мы просим здание, орган остается за филармонией и остается на месте, и филармония платит аренду за время... За то, что он там находится. Да, находится и используется. За время, можно договориться, выделить время там по два-три часа в день, не знаю, вот, когда бы нужна подготовка, там репетиция для концертов и так дальше. Это логически, нормально, мы не против. Но после, кажется, первого заседания, когда я еще был до отпуска, был там юрист с филармонией, он высказал, Юля, или мой сагетар, которая была на заседании со мной, как раз на парковке после заседания суда, поговорили, и он говорит, мы не видим возможности сотрудничать с вами. Вот такая бы неофициальная фраза. Кто говорит, юрист филармонии? Юрист филармонии, да. В каком смысле? Он не объяснил, что он не видел филармонии? Вот такие слова прозвучали. Вот что это? Надо бы и спрашивать, так сказать. Знаете, вне компетенции самой филармонии, филармония все-таки это унитарное предприятие. Оно не самостоятельно в принятии решений применительно к тому имуществу, которое учредители филармонии передали в оперативное управление данному предприятию. Итоговое решение и о судьбе органа, и о судьбе концертного зала, о сроках освобождения, о плане передачи имущества в любом случае будет принимать непосредственно Министерство имущества. Да, и по закону с момента принято решение из-за двух до шести лет. Они обязаны... До шести лет это вот на исполнение решения. То есть срок довольно-таки неваленний. Можно же приискать какое-то помещение, например, для того, чтобы организовать транспортировку этого же органа, демонтаж, монтаж. Не самый, по-моему, хороший вариант все-таки. Один из вариантов, но он возможен. Есть такой, но дорогой и неэффективный, мне кажется. Ну, говорят о том, что специалисты во всяком случае, что орган изначально приспосабливался, когда монтировался к данному конкретному зданию, к акустике данного здания, и, соответственно, любая его транспортировка, перенастройка, она по большому счету просто невозможна. Технический железо можно перенести. Бывает и противоположная точка мнения, тоже она озвучивается, что нет ничего невозможного. Перенести его возможно переносить, дорого получается, эффект неизвестный, как он там. Здесь, смотрите, меня настораживает с самого начала процесса позиция, которую как раз занимает филармония. Вот если основным ответчиком у нас является Министерство имущества, которое должно в силу закона исполнять обязанности, возложенные на него государством, в частности, принимать решения передавать имущество религиозной организации, то филармония, участвуя в деле просто как третье лицо, доносит до суда свою позицию, которая сводится к тому, что данное здание объективно необходимо для осуществления деятельности филармонии, это единственный органный зал у нас, другого у нас помещения для размещения органа нет и в обозримом будущем не предвидится. Выступали такие-то замечательные органисты, поэтому просим отказать в удовлетворении исковых требований. А это имеет какой-то смысл? С точки зрения юридической науки, да, вот то, что великие органисты за этим органом выступали. Ну, во всяком случае, большого смысла для разрешения искового требования, для эмоционального фона какого-то скорее, большого юридического смысла подобного рода позиции, безусловно, не имеет. Но вот подобного рода настроение, я думаю, что именно исходя из него, именно вот из такого ощущения нынешней действительности исходит в том числе и основной наш ответчик в министерстве имущества, которое считает наверняка, что имеет смысл попытаться похвально сэкономить на строительстве какого-то нового здания, на решении проблемы с перемещением этого органа, с решением вопросов, связанных с удовлетворением культурных потребностей кировчан в органном зале. Это надо что-то делать, надо что-то думать, надо искать какие-то средства финансирования, лучше попытаться просто тихой сапой католикам во всем как-то отказать, не дать возможности, ввести суд где-то в заблуждение, попытаться спрятаться за какие-то нестыковки, но просто не принимать никакого решения. Это нормальная чиновничья позиция. Можно наоборот тихо-быстро исполнить законы и вот все, пожалуйста. Вот, к сожалению, мне очень жаль, что у нас с вами в нашем нынешнем общении, дискуссии, не принимают участие представители Министерства Жаль, конечно. Очень бы хотелось все-таки чисто по-человечески услышать, на чем основана их позиция. Каким образом, как, почему, в конце концов, у нас разные церкви имеют разные права, хотя вроде бы у всех права абсолютно одинаковые. Белый ты, черный, католик, протестант, либо православный. Что реклорировано Конституцией Российской Федерации в том числе, да. Так, давайте небольшую рекламу, да, сейчас прервемся, небольшая пауза, скоро продолжим наш разговор. Ну что ж, мы продолжаем разговор, скажем так, о судьбе Александровского костела, немножко высокопарного. В принципе, речь как раз идет о том, что будет с этим зданием историческим нашим дальше. У нас сегодня об этом нам помогают говорить Ян Чеботарев, юрист, который представляет интересы римско-католического прихода в городе Кирове в арбитражном процессе, который вот перешел к рассмотрению дела по существу. И отец Григорий Звалинский, настоятель римско-католического прихода в городе Кирове. И мы как раз пришли к тому моменту, когда речь идет о том, что будет с этим помещением дальше. То есть, как и почему некоторые утверждают, что эта передача здания верующим, она поставит кресло на деятельности органного зала и, соответственно, на целом подразделении филармонии. Почему и кто это говорит, и почему это не так? Мы об этом как раз говорили, что есть варианты, что все будет не совсем так или даже, может быть, совсем не так плохо, как вот почему-то рисует та сторона, скажем, сторона оппонентов. Да, наверное. Хотя, опять же, Николай, обращу ваше внимание, итоговая судьба органного зала как учреждения культуры находится не в наших руках и не в ваших, и даже не в руках областной филармонии. Решать будут непосредственно учредители, то есть правительства Кировской области. Если для наших чиновников самым простым вариантом исполнения будущего решения будет просто разломать этот же орган, сдать его в металлолом, но это будет их решение. Не мое и не ваше, и не отца Григория. Я, как нормальный, обыкновенный кировчанин, точно так же буду сожалеть о бесславной кончине достаточно известного и редкого музыкального инструмента. И очень качественного инструмента, да, что редко тоже. Вот сама процедура, она будет выглядеть хорошо, скажем, суд принял решение, ну, условно говоря, окончательное какое-то решение, и дальше все решает только само министерство? Да, министерство. Без каких-либо там согласований с вами, с филармонией? Там, смотрите, нет, с нами никоим образом ничего не согласовывается. Данное здание, даже архитектурный комплекс, является памятником истории архитектуры регионального значения. Орган в состав этого памятника не входит, как музыкальный инструмент. Охраняется непосредственно исключительно стены, внешний облик, фасад, но никак не инструмент фирмы Хугамайер. Значит, принимается решение о том, что все-таки передача быть, определяются сроки передачи. А 2 до 6 лет, да. А 6 это предельный срок. Это предельный срок. Почему законодатель предусмотрел именно вот такой весомый временной перемежуток? Объясняю. Значит, как раз в законе 327 о передаче имущества религиозного назначения предусмотрены и описываются ситуации, когда сохранившиеся имущества находятся в, хоть и государственной собственности, но, например, в оперативном управлении какого-то государственного учреждения. Ведь у нас очень часто... Так в нашем случае. Ну да. Или в других церквях бывает, что-то размечалось, какое-то предприятие, институт. проектные институты, учреждения культуры, школы, музеи. Музеи, да. Соответственно, законодатель просто предусматривает вот этот временной промежуток для того, чтобы без горячки, без излома дров, простите, чтобы с ломами не приходили, не ломали. Да, учредители приняли решение, как, куда, помещение, это учреждение, которое занимает данное помещение, данное здание, могло быть перемещено. То есть, для того, чтобы это помещение либо было выстроено новое, либо изысканно из какого-то резерва старое, что-то приспособлено к нуждам данного учреждения, в спокойном режиме это учреждение могло переехать и освободить храм от собственного присутствия. мы пытаемся вести какие-то переговоры, даем определенные сигналы для ответчиков, именно исходя из того, что мы готовы признать, что орган лучше бы не перемещать. И если со стороны ответчиков, со стороны филармонии третьего лица действительно люди сочтут возможным, все-таки к подобного рода позиции прислушаться, мы готовы встретиться за таким же точно круглым столом, обсудить ситуацию, согласовать необходимые условия для обеспечения нормального режима работы этого же органного зала. Отец Григорий, расскажите еще, вот вы сказали, звонят люди, спрашивают, интересуются, что будет, еще какую вы чувствуете поддержку или наоборот противостояние на уровне прихода, на уровне общения? С простыми кировчанами. Прихода есть, естественно, поддержка и всем стеной за то, чтобы нам раньше, ну, побыстрее вернулись в здание храма, так как оно было построено для богослужения, молитв, прославления Бога. Напоминаю, что 115 лет в этом году исполнилось, с 1903 года, да. Да, даже. И вот, ну, со стороны так, жителей есть и понимание, и непонимание. Иногда высказывания в интернете, там, иногда, там, когда встречаешься с людьми на улице, где-то по делу, в разных учреждениях спрашивают, разве вам не передали еще здание костюля, удивлены, почему вы разве это правда, что вы платите деньги за это, как это может быть, так и диковина, вот это, тоже храм, все это понимают, даже в самом названии Александровский костюм, и всем это понятно, что это здание церковное, и удивлены, что вот такие позиции твердые, они приемли местной власти, но, с другой стороны, есть и чиновники, которые, ну, я слышал неоднократно, ну, несколько раз так скажу, что они резко, катерогически против наших там, нашего присутствия, и готовы все сделать, чтобы нас там не было, ну, мы все-таки, если Россия считается страной закона, и закон принят на уровне президента, касается всей страны, всех конфессий, то мы просим просто, чтобы правительство и местная власть исполнила только закон президента, этой страны, в этом, в этом, в этом городе, мы не приносим, как бы, своего закона исполнять, в Звате Кана послали какие-то документы, навязываем свои правила, нет, мы просим исполнить закон, который подписал президент Российской Федерации, который действует на территории всей страны, и мы просим, чтобы нам вернули то, что положено по закону, ничего больше, не просим там синагоги, мечета, православного храма, или как других там, не знаю, культурных зданий, то, что положено по закону, просим, и в основном есть взаимопонимание, да, люди понимают и иногда удивляются, почему так долго все это тянется, но придется объяснять, что это не в нашей власти решить, это заставить правительство даже в данный момент поставить на кадастровый учет это само здание, букву А, мы не можем это сделать, потому что мы не собственные не являемся собственниками, оно вообще на кадастровом учете что-то не стоит, 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 просто мы не просим, вот до сегодняшнего дня нам не нужно было все, как раз, вот когда отец Григорий пришел ко мне, я ему даже попенял о том, что мне как юристу, скромно просите, да, мне как юриста было бы проще судиться за все, за конкретный весь объект, отец Григорий говорит, что мы вот по минимуму попросили, что вот тут то, что нам необходимо, то, что нужно, вот то, от чего мы можем обойтись, без чего, вот пусть это будет пользоваться правительством, пусть это занимается областной филармонией, мы готовы где-то к уступкам, и честно, вот мне откровенно больно и обидно, когда вот подобного рода позиция минимального вторжения в чужую жизнь, она фактически обращается против самого человека, против самого человека, то есть нам, по большому счету, сейчас вот эту же позицию о том, что слишком мало просите, правительство Кировской области ставит фактически в вину, о том, что вот именно из-за этого мы вот и не можем принять решение об исполнении закона, но я же повторюсь, мы пойдем ему навстречу, если правительство проще будет отдать нам все здание, мы будем просить все здание. Еще у меня такой вопрос возник, когда мы все-таки вернулись именно к Аргану, который, собственно, является таким днем скамней при установении, есть ли вообще в России, да, вот прецеденты такого использования религиозного здания совместно со светскими учреждениями культуры, например? Есть, есть. То есть именно когда здание принадлежит... Патриаршая подворья в городе Москве в 2018 году подавала похожий иск к департаменту имущества города Москвы, значит, и отсудила в большом светском в настоящий момент здании два помещения, которые ранее использовались в религиозной деятельности и получила их в собственность. Причем, насколько я понимаю, сейчас собственником вот этих двух помещений является патриарш и подворье, но этими же помещениями ограниченно пользуются и те учреждения, которые расположены в этом здании. То есть то, что там происходило, скажем, оно происходит по-прежнему, это сменился в собственник, Да, договориться можно всегда, главное, что было желание договариваться. Есть ли вот такие примеры, когда люди спокойно договариваются и используют здание ко всеобщему благу? К сожалению, очень часто камень преткновения заключается в том, что просто наше местное региональное федеральное такое угодно чиновничество просто боится брать на себя смелость, где-то принимать какие-то решения, где-то с кем-то о чем-то договариваться, как бы чего ни подумали, как бы чего ни вышло, всегда пытаются заручиться поддержкой или позицией со стороны вышестоящего руководства. Посмотрим. Энгидь, в прошлый раз вы говорили по секрету, что с началом этого процесса некоторые представители РПЦ вас чуть ли не анафеме предать пытались. Продолжаются такие сообщения в соцсетях? Нет, поутихло все. Просто первоначально, когда было объявлено о том, что мы идем в суд, разрешая данный конфликт, да, безусловно, мне пытались пенять о том, что как же так, ты же вроде россиянин, ты же вроде русский, и как ты помогаешь католикам, у нас есть наша... Какая связь вообще? Ты же русский, как ты католик? Что за бред вообще? Вот, значит, говорилось о том, что наши деды и отцы с католиками всю жизнь бились, воевали, вспоминали мне Александра Невского, Чудское побоище и прочее, прочее. 1240-го. Слушайте, еще раз, я не смотрел документы моих собеседников по сети интернет, они представляются как служители русской православной церкви, многие из них действительно служат в известных соборах города Кирова, ну, во всяком случае, простите, вот, мои учителя мне говорили, потому что человеку какие-то здания дают, это не означает, что он их берет, ну, всякие бывают случаи, может быть, где-то действительно немножко человека занесло на поворотах, может быть, эмоции где-то возобладали, но во единую кучу смешивать, простите, то, что было в 13-м веке и в 21-м происходит сейчас, ну, на мой взгляд, это слишком смело, слишком смело, мы таким образом, простите, можем назад к пасконной сермяжной правде уйти, начать еретиков в струбах сжечь и прочее, что у нас светское государство, во всяком случае, вот, меня откровенно радует то, что когда ко мне в этих же арбитражном, в иных судах знакомые обращаются, все практически, все желают и мне, и отцу Григорию безусловной победы, потому что все прекрасно понимают о том, что право каждого человека не должно зависеть от цвета волос, цвета глаз, пола, возраста, вероисповедания, если такое право предусмотрено законом, оно должно быть обеспечено и предоставлено. Ну что, 17 октября, 17 октября ждем новостей, любых новостей ждем, собственно, да, в этот день, напоминаю, арбитражный суд будет по существу рассматривать данный вопрос. Спасибо большое, отец Григорий Звалинский, наставитель римско-католического прихода в нашем городе, Ян Чемотарев, юрист, на этом первая половина мужского понедельника завершена, далее новости, спасибо.